Друзья, добрый день. Сегодня заехал на один из наших объектов в Магнитогорске. За моей спиной стоит котел, 150 кВт. На этот объект мы предлагали смонтировать систему отопления под ключ. Заказчик принял решение просто купить котел и сэкономить на монтаже, на обвязке котельной. Давайте посмотрим, что есть забавка. Вот так, значит, котел. Видно, что чистили, но не сильно. Дымоход. Горизонтальный участок дымохода уже сложно будет почистить. Обычно делается ревизия с этой стороны тройники и заглушка с ревизией, чтобы можно было горизонт прочистить при техобслуживании. Здесь дальше самостоятельно сделали, смонтировали типа теплоаккумулятора. И вот здесь сзади за котлом мы сейчас с вами увидим самое интересное. Вот, пожалуйста, это самостоятельная обвязка. Вот теплоаккумулятор, собранный с котла, обвязали. Ну, видно, что делал специалист, который, скорее всего, обвязывает травяные печки в частных домах маленькие. Как вот или в интернете где-то подсмотрел схему обвязки. Нету группы безопасности котла. Если краны перекрыть, то котел взорвется. Группа безопасности котла обязательно должна здесь стоять до крана. Здесь вот этот байпас придумали, сделали. Причем байпас с термостатическим клапаном трехходовым. Ну, он просто съедает мощность. Он может половина мощности котла съесть. У него очень маленький условный проход. Просто котел не сможет выдать свою мощность в систему. Ну, соответственно, сделали теплоаккумулятор. С теплоаккумулятора как-то там видели, видимо, что все-таки должна быть гидрострелка у котла. И решили вот ее обвязать вот по такому хитрому принципу. Во-первых, установили ее вверх тормашками. Да, то есть эти все должны быть наверху стоять, все эти вторичные потребители. Ну и дальше здесь все фитинги, они все стоят и на своих местах. Нету подмесов. Вот эти все вот такие вот веселые обвязки расширительного бака. Когда здесь нужен кран трехчетверной, здесь стоит дюйм с четвертью. Кран, который, да, там, сам кран только стоит не 300 рублей, а 2000 рублей. Вот и такими кранами расширительные баки обвязаны. Все это дело в монтаже по итогу оказалось даже дороже, чем сделали бы специалисты. Ну, вот такая экономия. Регистры греют очень плохо. Трубы все, как мы видим, не изолированы. То есть потери идут уже при транспортировке. До теплового прибора уже теряется тепло. Ну, обвязано вот как-то так, без изоляции. Вулканом. Вулкан явно видно, что подобран не по мощности. Маленький прибор стоит. Наполовину обвязан вот вулкановской автоматикой. Ну, вот так это все дело выглядит. Очень печально. Ну, друзья, к сожалению, к сожалению, получили теперь вот и такой опыт. Система по итогу не работает. В цехе холодно. Ну, в отоплении не работает. Поэтому не делайте, не совершайте таких ошибок. Обращайтесь к специалистам. Хотя мы даже, по-моему, мы не по-моему, а точно мы предлагали схемы, наши монтажные схемы, чтобы вы обвяжите хотя бы по схемам правильно. Нет, вот решили самостоятельно сделать такую работу. Ну, которую можно, грубо говоря, выбросить. Да, то есть сейчас придется это все переделывать. Ну, и по стоимости это для заказчика выйдет всего в два раза дороже. Все на этом объекте мило. И пилеты вот так хранятся. На улице. Вот так. Такие вот пилеты. Кстати, друзья, про хранение пилет. Если вы покупаете пилеты в бигбегах, обращайте внимание, герметичный бигбег или нет. Если он не герметичный, то вы тогда получите на улице вот такую картину. И это все выбросите. Это просто на мусорку пойдет. Там бывает герметичный бигбег, внутри полиэтиленовый мешок. И пилеты можно оставлять на улице. Такие бигбеги хранить только под навесом либо в помещении.